Продолжение следует... 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 То есть он признал, что я являюсь человеком и я являюсь представителем персоны. Все вопросы задавайте в комментариях к видео, потом буду делать прямой эфир по данному поводу. С ответами на все вопросы. Также явился представитель Балина и представитель прокуратуры округа. Чех произнес фразу, что представитель прокуратуры города Сургут не явился. То есть ответчик по делу, один из ответчиков по делу не явился. Однако Чех продолжил заседание. Чех не разъяснил мне права и я ему об этом сказал, он дальше продолжил заседание. Чех также не слышал алхадатайства и не принимал их от меня. Без слова прошу. Пришли к компромиссу, я говорил прошу и требую. Тогда он услышал и принимал алхадатайство. Всего Чех сделал мне 8 замечаний и 2 предупреждения, но ни разу не удалил из заседания. А по закону мог удалить после второго замечания. Счет замечаний и предупреждений. Это как минимум я сделал 2 замечания. Чех сделал 8 замечаний и 2 предупреждения мне. Ширяева сделал 2 замечания. Лукьянов 1. Чех предложил и разрешил мне продолжить суд. Ну это в видео увидеть. Ранее Шерстобитов спрашивал разрешение продолжить процесс. Это когда были процессы по первому кругу. Приставы в ушанках внутри помещения. Мне в белом было там очень жарко. А им в черной форме и в ушанках вообще, наверное, мозги кипели. Не представляю, как они там стояли. Но они постоянно обветривали себя там. Они постоянно снимали шапку. В общем, запарились. Ширяева и Лукьянов были вынуждены сидеть в черных и жарких креслах все 7 часов. Наверняка все измучились от жары. Ширяева через мессенджеры, наверное, сообщили, что прямой эфир с моего телефона идет в ужасном качестве. И она потребовала от слушателей выключить все свои телефоны. Ловушка сработала. Они подумали, что в безопасности им можно говорить и делать что им угодно. Никто не будет смотреть и слушать видео плохого качества. Этот прием я научился у администрации города Сургут и ХМАО. Они всегда ведут видео прямой трансляции со встречи с жителями города Сургут в плохом качестве. И, соответственно, никто такие встречи не смотрит. Так я использовал опыт губернатора ХМАО по ведению ужасных прямых эфиров. Их никто не смотрит. После требования Ширяевой я переключился на съемку напрямую с телефона. Ширяева закрывалась во время перерыва в судебном зале изнутри. Предположительно, был сговор с судьей. Ширяева произнесла в мой адрес. И пытаетесь со своей головы больной на здоровую. И пыталась прикрыть это русской проговоркой. В отношении Ширяевой написано заявление о совершенном преступлении в соответствии со статьей 141 УПК РФ. И отправлено в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Можно сказать, что это подарок на 8 марта был. Чех позволил себе перейти на личности и посоветовал мне обратиться за помощью к медицинским работникам. Произнес фразу в мой адрес. Если вы забыли данную информацию, либо ее не поняли, то вам необходимо тогда получить соответствующие консультации у специалистов медицинских направлений. Об этом тоже уже есть видео на канале. Вот здесь видео про Ширяева. Это видео про Чеха. В маленьком помещении был вентилятор, но он не работал. Чех вставал и сам открывал и закрывал окно. Я задал вопрос представителю прокуратуры города Сургут Лукьянову. Является ли приписка к закону признаком совершенного преступления? Лукьянов покачал головой влево-вправо. Чех доставал экспандеры из материалов дела и перелистывал им материалы. Получается, экспандеры это главный инструмент правосудия РФ. Чех услышал в слове «правосудие» слово «кровосудие». Чех заявил, что я затягиваю процесс из-за того, что не явился на беседу. Про неявку Балина на процесс он отмолчался. Лукьянов заявил, что все доказательства приобщены к материалам уголовного дела. Напомню, я подал иск по КАС, Кодекс административного судопроизводства. Какого именно дела уголовного, он не пояснил. Я сам лично видел, что материалы дела не прошиты. Чех предвзято делал мне замечания каждый раз, когда я говорил сидя. Ширяева говорил, что не вставая 16 раз как минимум. Чех не сделал ни одного замечания ей. Лукьянов говорил, что не вставая 4 раза как минимум. Чех не сделал ни одного замечания ему. Чех дважды в устной форме без удаления в сообщательную комнату отклонил мои письменные ходатайства требования об отложении заседания на 2 недели и на 4 дня. И дважды отклонил требования сделать перерыв в 19.10 и в 20.00. А здание суда работает до 17.30. Сам процесс завершился в 21.00 примерно. Лукьянов лично сам перетаскал все 28 томов материалов проверки по моим обращениям. Сначала к себе на стол, потом в коридор. Кто принес эти 28 томов в здание неизвестно. Ну скорее всего он же. Наверное уже скорость с тележкой будет ездить. Более 22 раз нарушено мое право на защиту. Чех несколько раз мне отказал в ознакомлении с материалами дела, которые лежали у него на столе. Ни один документ из этих материалов дела мне не предоставили. Обратите внимание, чех, секретарь и прокуроры в черных креслах. Все слушатели и я на белых креслах. Вчера 10 марта 2020 года мне пришло сообщение, что решение по делу готово. И оно размещено в ГАЗ правосудия. Мне не удалось зайти в ГАЗ правосудия. Меня постоянно выкидывает. Вот такую ошибку выдает. При попытке залогиниться сразу выкидывает на страницу ошибки. Принимая во внимание, что я являюсь техническим специалистом в области компьютерных технологий, с 26-ти летним опытом я все-таки это решение вытащил. Нашел способ, окольными путями я его вытащил. Вот это решение. На паузе можете почитать. Обзор этого решения я буду делать позже. В основном тот чех не знал, что написать. И он просто перечислял, где, когда были зарегистрированы мои обращения в прокуратуре. Вот это все про регистрацию. Регистрацию ответ предоставлен. Немножко доводов привел. И в итоге ссылается на материалы дела. Прекрасно знаю, что я до сих пор не ознакомлен с материалами дела. В итоге решил оставить без удовлетворения. Решение можно обжаловать в течение месяца, что мы и будем делать обязательно. На изготовление решения у них ушло 11 дней. Напомню, что по первому кругу они готовили решение более 14 дней, а протокол готовили более 78 дней. На данный момент прошло уже 12 дней и протокола с данного заседания я до сих пор не видел. Также вчера получил отписку от исполняющего обязанности председателя Сургутского городского суда Шерстнева. Подобную отписку я уже получал. В этот раз Шерстнев рассмотрел мои 16 ходатайств, адресованные непосредственно Чеху. Он рассмотрел их сам, как простые обращения. И ответил на все 16 ходатайств требований, которые я требовал приобщить к материалам дела и рассмотреть. Он их рассмотрел сам, Чеху не передал. И получается вот такой отпиской просто их завернул мне обратно. Данную ситуацию я предвидел и все эти ходатайства я продублировал и по электронной почте, и через Газправосудие, через подачу обращений. И через Газправосудие, как подачу обращений именно по делу. И еще через сайт Сургутского городского суда, через форму приема обращений. То есть четырежды продублировал. Плюс еще пятый, это я зачитывал их все в ходе судебного заседания. Далее смотрим видео, короткие нарезки из 7 часов заседания. Самые основные и главные моменты. Полная версия будет выложена чуть позже. Благодарствую. О, у вас номера появились на значках. Если вы не будете проходить через рамку, вы не пойдете в занятия. Свою невоспитанность не нужно здесь показывать. Ты этого достойна. Покажите сумки. Очень хорошая бумага против Кержанова получится. Я Антон Николаевич Булгаков, человек, учредитель и бенефициарий. Персонный Булгаков Антон Николаевич. Вы стоя будете перед судом вставать? Я бы хотел услышать основание. Я первый раз такое слышу, что перед судом надо вставать. Вы услышали суд? А вы суд? Я человек Антон Николаевич Булгаков. Учредитель и бенефициарий, персонный Булгаков Антон Николаевич. Таким документом подтверждается, что у вас есть какая-то персона? Вот, он у вас на столе. Паспорт. Здесь написано, что это вы персона? Нет. А на каком основании вы тогда утверждаете, что вы персона? Я не утверждал, что вы персона. Я человек. Вы сейчас говорите, что вы персона? Нет, я такого не говорю. Давайте переслушаем, а удержать. Ваши подсказывания, с какой целью вы условно персона употребляете? А чтобы вы не вводили в заблуждение всех присутствующих. И вы стоите, как вы будете все время. А я должен садиться? Присаживайтесь. Я могу стоять? Конечно. Благодарствую. То есть к вам? К суду. К лицу в черной мантии нужно обращаться со словами вашей чести. Я правильно вас понял? Я просто хочу, чтобы вы услышали определение слова «судья». Это должностное лицо, полномоченное осуществлять правосудие. Правильно? Так вот, если вы назвали судьей, то слово «лицо» к вам применимо. Согласны? Согласно законодательству. А в чем оскорбление? Вы сейчас находитесь в черной мантии. Я к вам обращаюсь согласно законодательству со словом «лицо». Вы сейчас находитесь в черной мантии. В чем оскорбление заключается? Контекст, в котором вы высказывали, что вы допускаете, он предполагает оскорбление в адрес председательствующего. Все по закону. Каком законодательстве? Я вам только что все нормы зачитал. Вы слушали меня? Нет. У вас было глобально. Каком законодательстве? То есть, руководство законодательством является недопустимым в суде. Будьте добры, подтвердите свою должность, личность и полномочия, что вы являетесь судью. Мои документы я вам предоставил. Я вам делаю замечание, вы мне до начала разбирательства не разъяснили мои права. Мы можем продолжить. Положайте. То есть, я могу продолжить суд. Я вас правильно понял? Пожалуйста. Иск удовлетворить в полном объеме. Признать действия прокурора незаконными. А есть ли смысл заявлять, если вы мне разрешили иск удовлетворить в полном объеме? Да, вы мне разрешили продолжить суд. Я вынес решение удовлетворить в полном объеме. Гуд, соответчик прокуратуры ХМАО Югры. В соответствии с требованиями пункта 5, часть 1, статьи 45 КСРФ, лица, участвующих в деле. Что сделать? Я уже сделал. Я сказал ходатайство-требование. Вас не слушал. Требование какое-то заявляете? Требуете что-то там делать перед судом? Ходатайство-требование. То есть, вы просьбу не заявляете перед судом? Требование заявляет? Я заявляю и просьбу, и требование. Ходатайство-требование. Где просьба? Я человек Антон Николаевич Булгаков. Прошу и требую снять запрет на введение видеозаписи процесса и разрешить введение видеозаписи процесса судебного разбирательства посредством мобильных телефонов и ноутбука. Вы услышали мои просьбы и требования? Сейчас суд услышал, что вы просите. О чем это суд? Руку вот так надо протягивать? Нет. По заявленному. Это ваши выводы? Не надо выдавать свои мнения за моё? Или непроводение? Это вопрос? Да. Я вам ответил. Статья 51 Конституции РФ. Мы не желаем свидетельствовать против себя. Да? Ну вы знаете значение статьи 51? А вы это в речь? Просмотрел, как простые обращения. А Шестопитов все остальные мои ходатайства отклонил. Как вещественное доказательство. Мы будем на словах всё решать или по документам разбираться? Возражаю, протестую. Вы нарушаете моё право на защиту. Вы доверяете словам представителей и не требуете письменных доказательств. Есть смысл к ней обращаться, если она откровенно даёт недостоверную информацию. Я хочу через суд исследовать. Я в прокуратуру, пожалуйста. Но же есть прокуратура, которая защищает наши, якобы защищает наши права? Вот я к ним обратился. Чем это закончилось? По судье Шестопитову он не имел права рассматривать это дело, потому что тут его фигурирует его фамилия. Он должен был заявить себе самоотвод. Вместо этого он идёт на крайние меры, не заявляясь так самоотвод и объявляясь закрытый режим заседания. Тот же Кондрашов тут делает приписку к закону. В законе нету таких строк, а он просто приписку делает. Как это можно будет усмотреть, я не знаю. Вы мне покажите материалы дела, я их ни разу не видел. Я три раза пытался обнакомиться, меня не допускали кандидатам дела. У меня есть все основания, чтобы опять вам заявить отвод. Что я и делаю? Я вам заявляю отвод. Вы не удаляйтесь сообщать, не помните. У вас призятые отношения. Вы на месте, на словах всё решаете. Ни одного писания на документы я просто исполнил. Николай Булгаков, дали заявитель. Поступила ответа, писка номер 220-20-G-2. Нет, вот это отдельная жалоба по Балину. Требование уволить его о том, что он нарушает законы, то есть он не соответствует заниманию должности. По всем, я же поясняю, прокурор нарушает уголовно-конституальное право. Приказы Генеральной прокуратуры в полном объёме. Все. И это ещё одно доказательство, что его действия незаконны. Вы что, будете требовать только то, что я в требовательной части иск, как говорится, сообщено? Мы же рассматриваем предъявление. То есть мне все мои ходатайства нужно заявлять в иске сразу в требовательной части? Я правильно вас понимаю? А там все материалы проверки. Проводилась ли проверка по моим заявлениям о совершённых преступлениях? На каком основании они решили, что там нет признаков совершённых преступлений? И никакую проверку по моим заявлениям о совершённых преступлениях не проводили? Видеозапись. На какой телефон ведёт у вас? И еще на пару личных. Какая разница? Тут прямой эфир идет в виду. Улыбнись. В любом случае, согласно порядку судебного заседания, вы обязаны были спросить мнение ответчика второго. Вы этого не сделали. Я вам делаю замечание. Вы нарушаете мои права на защиту и порядок судебного заседания. Кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы с материалами дела знакомились с судебным? Неудобно положить. Это просто издевательство. Я не понимаю, а как дело выросло до четырех домов? Был же один тон. Благодаря вашим усилиям, административным естественным. Да? Даже если не обжалуем, то решение будет не нашу позже. Пойдем дальше, где исключать. Да, народ, я понимаю, это все нудно, но это необходимо. Потому что это единственная возможность, а я знакомиться с материалами дела. Вот так, народ, если бороться за свои права, то все приобщаем. Дело растет, это хорошо. Это хороший признак. Все судебные приставы надели свои значки и на всех появились номера. То есть у них где-то в запасе были свои значки с номерами. Я так предполагаю. В общем, процесс пошел, прогресс есть. Видео разрешили. Веду прямой эфир. А что там, Ирина Петровна, в сговор в суде вступает? Ирина Петровна, у вас там сговор или что? Ну и еще раз замечание, да, не требую, я прошу, да. У меня есть противоречивые сведения со стороны Шерстобитова, что причины неявки неизвестны. И со стороны свободной информации в официальной СМИ, что причины неявки, уважительные. Где правды, нужно разобраться. Потом больно мышленно затягивает процесс и уклоняется от правосудия. Не нарушает мое право на защиту. Ирина Петровна, вы опять загружаетесь и пытаетесь перевести все, как говорится, ваши добыли на меня. Не я истребую, а я прошу, прошу, уже прошу и требую суда. Предоставлены документы. Не все. Документы по образованию, ходить способности. Вы слышали все пункты? Согласно законодательству. Что вы смеетесь? Да не смешно, во-первых. Законодательство. Все по закону. В каком законодательстве? Все по закону. В каком законодательстве? Я вам то, что все нормы зачитал. Вы слышали? По-моему, глобально. Я вообще не понимаю, как любой человек может прийти, одеть форму, сказать, я представитель прокуратуры. Я все свои документы показал. Они, кстати, тоже паспорт мне не предоставили. Как, с чего вы взяли, что это именно они? Вот представление можно изготовить, я там, не знаю, купить где-то, или еще что-то как-то сделать. Согласно российскому законодательству, личность удостоверяет только паспорт. Вы у них ни паспорт не спросили, ни документы о дееспособности, ни документы об образовании. Может, у них образования нет, откуда вы знаете? Вы в одной школе учились, вы как? Или с детства выросли? Я впервые вижу у вас на столе сегодня материалы дела по своему делу. Я вам поясню, я же вам сообщал. Ну, поясните под видеозапись. Под видеозапись, удовольствием. 28 ноября 2019 года в ходе судебного заседания шестолитов судья незаконно перевел судебное заседание в закрытый режим. И судебный пристав Загидуллин Рустам Тагирович подошел сзади к женщину, поднял скамейку вместе с ним и скинул их со скамейки. И никто бы не узнал, что со мной в этом закрытом кабинете случилось. Тем более приставы вели себя агрессивно, и у меня были все основания опасаться за свою свободу, здоровье и жизнь. И получается, опять устроили провокацию, на которой я должен был с вами закрыться в одном кабинете вместе с двумя приставами, с двумя неизвестными лицами в голубой форме, которые не представляют документы о своем образовании, дееспособности и так далее. Что со мной произойдет, если вдруг со мной что-то произойдет, у меня не будет никаких доказательств, что я никаких противоправных действий не совершал. Вот буквально вчера он пошел один, ему поглядили руку, его пришлось ввести в тракторологию и выяснять, он у него пока или нет. Я вот таких ситуаций не хочу. А не явку Барлина вы не рассматриваете, как затягивали? У меня есть все основания, вот судебные приставы, все знают, все видели, как они применяли физическую силу, исследовали женщин со скамеей. Ну так а когда вы меня ознакомите с материалами дела? Я в ходе судебного заседания хочу ознакомиться с материалами дела. ХД-тесты требования, номер 22 на трех листах. Я с этим определением до сих пор подростки не ознакомлен, повестку по данному делу я до сих пор не получил. Вы говорите, что я затягиваю дело, а я считаю, что вы затягиваете дело. До сих пор не повестки с приглашением на это судебное заседание я не видел. Определение тоже не видел, хотя я стрибовал давно и многократно. Определение и повестки на данное судебное заседание не видел. Я мог вообще сюда не приходить, но я пришел. Так что обвинять меня, что я затягиваю процесс, это неправильно. Вот вам податайство, я прошу и требую его. В письменном виде подаю судебный. Вы сейчас здесь мило улыбаетесь в трансляции, которая считается поцелем. Я привык доверять документы. В данный момент я требую предоставить мне повестку, что мы сейчас находимся не на месту с собой, а у нас на самом деле заседание. Покажите мне, пожалуйста, определение и повестку о том, что мы сейчас находимся на судебном заседании. Ни одного документа по данному заседанию я не видел. Я вообще не понимаю, где я нахожусь. Что это такое? Это судебное заседание или что это? Ни повестки, ни определения я не видел. Мы сейчас на судебном заседании? Предоставьте документы, определения, повестки. Если вы забыли данную информацию, либо ее не поняли, то вам необходимо тогда получить соответствующие результаты у специалистов медицинских направлений. Суд вам в этом вопросе помочь ничем не сможет. Позволяю себе высказывать сомнения в моем здоровье. Он напрямую, то есть переходит на личности, не предоставляя ни одного документа, не назначая экспертизы, то есть высказывает свое личное мнение предвзятое по поводу моего здоровья. Прекрасно знаю, что есть определение суда от 18 декабря до 2018 года о признании надееспособным и здоровым человеком Кружной коллеги области. Вы же мне не дали время подготовить эту подготовку. Она же участвовала в заседании, когда меня прям в психушке судили, пытались посадить меня в психушке. Она выступала в стороне прокуратуры. Диплом не предоставила, справку о дееспособности не предоставила. Ну да, я просто сейчас досижу и все. А там любое решение будем обжаловать. Ну это, я очень-очень много нарушений насчитал. Очень много. Ну да, дело растет, дело пошло. Сейчас мне подготовиться надо. Давай. И что, вам за вредность даже доплачут? Да? Выходит, мы все вредные тут, да? Если мне уже говорят тут на пустом месте, что я типа нездоровый какой-то. А они предоставили. А они все здоровые, да? И удостоверение предоставили. Я всегда отправляю по трем уровням одновременно. Прокуратуру города Сурбута, прокуратуру Кмава и генеральную прокуратуру. Не я должен доказывать, что оно к вам поступило, а вы должны доказывать, что оно к вам не поступило. Нет, в данном случае вы должны доказать о том, что оно... Ошибаетесь. Согласно КАС РФ, будьте добры, докажите, предоставьте документы, которые доказывают, что вы мне отправляли. И в электронном виде, и в почтовые связи. Только ВПК может пояснить нам, то есть есть... Как вы понимаете эту строчку? Вот я тут еще пишу. Из перейденных выше фактов достоверно установлено, что Кондрашов РФ превысит свои должностные полномочия. Административность вас остановит. Ответы вам даны. Это посуществую еще какие-то вопросы инвестиства про Кондрашова. Да, про Кондрашова. Фамилия которого уже 15 минут здесь звучит. Вы не хотите, чтобы звучала фамилия Кондрашова? Приписка к закону является на превышении должностных полномочий. Приписка к закону является на превышении должностных полномочий. Мне нужно... Вам опять вернулись Кондрашов? Мне... Не важно. Ваши множество. Нет, я слово Кондрашов не произносил. Значит, это не предмет рассмотрения. Это вы к нему вернулись. Это предмет рассмотрения. То есть вы махнули влево-вправо головой, тем самым дали понять, что вы не усматриваете признаков совершенного преступления в приписке к закону. Я вас правильно понял? Я отказываюсь. Что-то донорожное состояние. Благодаря. У вас существует спора. Вопрос. Вопрос. Я подвожу к главному вопросу. Рапорт. Наличие признаков совершенного преступления. Либо в отсутствии их в этом заявлении вы составляли рапор? Нет. То есть вы своим личным мнением вот так, на глазок, решили, что там нет признаков. Я не признаковляю, я читаю. Я не признаковляю, я читаю. Так вы их просите признать такие действия незаконными. Вы просите, к сожалению, другие действия признать незаконными. Так вы их просите признать такие действия незаконными. Вы просите, к сожалению, другие действия признать незаконными. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok